Итак, ребята, всем приветик! Я хочу сейчас рассказать про данные часики. Вот от них вот упаковка, вот сами часы. Ну и в общем, смотрим видео. Для начала коротко. Вот так они заряжаются, но провод практически не держится. Погнали! Ну что, короче, снял я их с руки, чтобы было виднее. И сейчас хочу вам про них рассказать. Первое, по дизайну они, конечно, выглядят красиво, но для тех, кто любит именно такой дизайн. С обратной стороны у нас такой круто выпендринутый глаз, похожий на датчики на всем знакомых часах. Но есть одно но. Единственное, что здесь работает, вот это вот всего, как сказать, благоговение, что ли. Короче, тут куча всего в наличии, да, но работает только вот здесь вот передающий диодик, вот здесь принимающий. Все остальное фикция. Даже вот эти вот контакты, якобы, они не с этой стороны, они под стеклом, поэтому они не могут быть контактами для ЭКГ. Соответственно, смотрим часы, вынимаем менюшку, да, что мы видим? Давление меряется этим самым нижним диодиком, якобы. Пульс, ой, господи, кислород этим же самым диодиком. ЭКГ. Говорит, давайте мерить ЭКГ. Но вы можете мерить ЭКГ, можете не мерить ЭКГ. Он просто будет мигать этим диодиком, и вам потом придумает какие-то данные. Почему я говорю про то, что он всегда придумывает? Да очень просто. Я сейчас одел часы на руку, запустил замер пульса и начал приседать. Причем очень быстро, знаете, такой метод есть, когда не до самого низа, не до самого верха. Посередине, но на огромной скорости дергаешься. В часах изначально было 70, потом стало 71. Меня извините, у меня уже сердце из жопы выпрыгивало, у меня уже все колбасит. 71. Думаю, ладно, хорошо, проехали. Рассказываем дальше. Аккумулятор держит очень хорошо, если не включать вот этот режим. Вот эта у нас кнопочка включает режим гарнитуры. То есть, нажав эту кнопку, у вас здесь зеленеет или синеет? Да, синеет. Пока нет связи, зеленеет, по-моему, когда связь установлена. И аппарат является сразу же уже гарнитурой уже. Вот видите, связь установлена. Нифига не позеленела, значит, это у меня данные в мозгу от другой модели часиков. И после этого любые звуки-пуки с вашего смартфона, они будут происходить через часы. То есть, он сейчас у нас в режиме гарнитуры. Сейчас посмотрим, ТикТок что-нибудь там сможет. Вот, пожалуйста. Видите, да, звук отсюда. Как бы меня ни штрафанули за звук, выключаем. Звук, в принципе, неплохой, но не громкий. Басов нет, но все разговорные частоты слышны очень хорошо и претензий не вызывает. Но поскольку, видите, 20% заряда, я его выключу. Далее. У нас здесь есть беззвучный режим, то есть, когда он вибрировать даже не будет. Кстати, замечу, что он умеет воспроизводить звуки, но умеет и вибрировать. И режим переключается именно трубочкой. То есть, как только вы нажали трубочку, у вас загорелся вот этот значок, у вас телефон перешел в звуковой режим. Все звуки с вашего смартфона воспроизводятся здесь. Если трубочка отключена, у вас часы вибрируют при любом входящем уведомлении на смартфон, и вы получаете текстовое подтверждение. Если нажать на эту кнопочку, он перестает вибрировать, у вас просто появляются текстовые уведомления, и они все в памяти есть, но вибры как бы нет. Если нажать на кнопочку I, у нас тут получается QR-код для загрузки приложения и название часов, как они видятся всеми смартфонами. Так, если залезть в настройки, мы попадаем в языки, которых тут, да, хрена ли он. Потом у нас изменение циферблатов. Так, в какую сторону? Вот. Циферблатов, кстати, в память часов много не загружается, и один циферблат при загрузке из приложения подменяет такой же, но с видимой перезагрузкой часов. То есть у вас прямо появится надпись, что типа перезагружено. Яркость для помещения выше крыши, для солнца недостаточно. То есть почему выбран белый экран? Потому что здесь такой специфический экран, и на нем, на солнце видно только если он белый. Поэтому на нем, вот как бы вот как сейчас вы видите, вот на секунду было, вот так видите вы на солнце, что на них нарисовано. Зато экран огромный, претензий просто, ну, никаких. Разрешение хорошее, размер почти во все часы. Претензий не имею. Так, шагомер спрятан вот за такой вот фишкой. И здесь данное количество шагов, дистанция и калории, которые вы пожигаете. Так, управление музыкой возможно, но если при этом телефон как бы с запущенным музыкальным плеером. Сейчас попробуем что-нибудь запустить. Нет, подождите. Давайте что-нибудь из памяти. У меня что-то, наверное, что-то было где-то. Можги мои, вспоминайте. Вот музыка. Иди лесом. Вот, играем. Так, вообще нет. Пауза, а то меня опять заштрафуют. Вот. Я думаю, вы все слышали, что музыка идет. Названия нет, громкости нет. Но музыка идет. Если был бы подключен в режиме гарнитуры, музыка шла бы прямо на часах. Так, это мы их отключили. Сейчас про это тоже расскажу. У нас должен пропасть сейчас значок соединения. Но, в общем, не важно. Поверьте мне на слова, если вы часто меняете смартфоны и будете переключать часы с одного на другой, но что я делаю часто, само собой, думаю, догадываетесь, почему в целом, ну, не важно. Появится одна проблема. При установке на новом смартфоне программы от часов, вот она, VR Pro, вы не сразу сможете подключить часики. То есть вы лезете сюда, и здесь написано «не подключено». А кнопку «подключить» не завезли. Просто вообще не завезли. Единственный вариант подключиться быстро и просто – это отвязать устройство. Но после этого в приложении сбрасываются все записанные параметры. Второй вариант – сидеть и создавать ошибку приложению постоянно. Тогда, в конце концов, оно само предложит подключить часы. Короче, меньше, чем за 5 минут я не подключал их ни разу при переводе без отвязки. Если отвязать, то переводится очень быстро и все хорошо работает. Но мы теряем предыдущие данные. Ну, короче, к нормальному пользователю это никакого отношения не имеет. Это только к таким гаджет-маньякам, которые постоянно меняют аппараты. Доступ к записной книжке здесь осуществляется очень корявенько. Напоминаю, это нужно в приложении добавлять в частые контакты. То есть вот здесь нажимаем «добавить», несколько человек, нажимаем «синхронизировать», и они прилетают в часы. Поскольку я это делал не на этом смартфоне, то, видите, здесь даже пусто. Хотя в самих часах контакты появились уже давно, и они там есть. Пока часы не сбросите, они там будут. Так, это у нас входящие, это у нас «позвонить». Так, это записнушка была, это у нас сообщения. Вот что-что, а сообщений тут много, и они раскрываются. Но текста, как вы видите, много в них почему-то все-таки не лезет. То есть вроде бы дофига памяти, как будто бы, да, но сообщений все равно только начало. Так, это не туда. Дальше едем. Погода. Не поверите, только один день. Поиск смартфона. Секундомер. Причем работает кнопкой. Это что у нас? Ух ты ж. Ультрафиолет и давление даже завезли. Откуда берет, интересно. Так, это у нас тренировка дыхания с настройками. Но это мне не интересно. Это, я уже говорил, женская фишка. Ну, или для фанатов вибромассажа. Это у нас женский календарь. Это у нас настройки. То есть эти часики для женщин уже подготовлены, если надо. Сброс настроек, интенсивность вибрации, кстати, в трех режимах. А это внешний вид менюшки. По-моему. Да. Вот другой вариант, который, в принципе, более приятный мне. Есть третий вариант, который мне неприятен. Вот такой вот. Сейчас. Есть вообще капец. Вот такая менюшка. Ну, то есть на любителя все найдется. Кому что надо. И эта штука. Блин. Вот она. Ну, короче, я возвращаюсь к первому варианту. Он самый такой простенький. Ну, и видим, что, в принципе, ничего-то и не осталось. И, кстати, цветов, если обратите внимание, как будто вы тут реально не достигли он. Такое ограниченное количество. Хотя при этом, когда раскрываешь некоторые моменты, становится цветов уже больше. То есть как-то не вся палитра использована в приложении. То есть периодически как бы дофига, а периодически как будто не хватает. Мне кажется, ребята экономили объем памяти. Поэтому записывали даже цвета эти с потерями. Ладно, далее. В самих часах вы все поняли, да? Что вот этот вот датчик, на самом деле это все сплошной фейк. Если пульс и работает, ну, так себе. Динамик у нас расположен здесь за сеточкой. Я надеюсь, ее было видно не раз. То есть мусор, если туда даже набивается, он в систему проходить не должен. Мембрана закрывает микрофон, что вообще очень здорово. То есть защита от воды некая существует. Но я признаюсь честно, я их пока не топил. Я пока хотел их использовать, ну-ка сказать, проверить. Плюс у меня спор идет, может мне их еще возвращать придется. Так, теперь переходим к приложению. Что я выяснил здесь? Ну, во-первых, ЭКГшки, если вы их делаете, они попадают сюда. Представляют собой якобы такую, как жена говорит, ленту на самом деле. Или пленку. Пленку она говорит, да. На самом деле как бы запись, где нарисованы ваши пульсации сердечные. Звонок по Bluetooth. Это здесь можно попасть в настройки Bluetooth подключения. И подключить вот эту трубочку, которая просто так, кстати, сама не подключается. То есть, когда вы хотите, нужно и здесь, и здесь инициировать. Только когда вы инициировали с двух сторон, подключается устройство. И тогда мы можем работать. Так что обязательно, чтобы с двух сторон было. Так, возвращаемся. Мониторинг пульса. Как часто он это будет делать? По-русски говоря, постоянная замерка пульса автоматически через заданный промежуток времени. И исключение. То есть, со скольки до скольки это делать, в остальное время может не приставать к вам с пульсом. Так, ЭКГ мы говорили. Частые контакты я только что показывал. Уведомления из приложений. Кстати, офигенный плюс в том, что можно выставить вообще все приложения. Их тут квадролеон. Короче, любая программа, которая может показывать уведомления, она имеет здесь собственный выключатель. И из нее уведомления на часы прилетают. Режим не беспокоить. Можно настроить, когда они не будут вас будить. Будильники. Кстати, а сколько их интересно. Сохранить. 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 Все. Пять будильников. Можно настроить напоминание, что вам пора попить. Вибрация. Экран и вибрация. Или просто экран. Как вариант. Напоминание о движении здесь же. Ну и в общем с напоминаниями наверное и все. Лезем. А, это оно и было. Здесь же можно обновить прошивку, что у меня произошло в момент записи первого или второго видео, не помню. Ну, при распаковке или при первичном изучении с настройкой. Так, что осталось. Дистанционное управление камерой. Вот оно, да? А фокус мы будем ловить вообще? О, он даже беззвучно его делает. Чпока не происходит здесь, но очень тихо. Так. Ну и циферблатики. Если кого интересует, какие тут циферблаты можно загружать, для этого надо интернет включить. Если сейчас у меня попрут во все уведомления, я не виноват. Так, лезем назад и лезем в отправку циферблата. Сейчас они должны прорисоваться. Вот такие у нас циферблатики. Замечу сразу, что не на всех смартфонах не все циферблаты у меня прогружались, что меня удивило. Вот этот на одном из смартфонов не хотел грузиться, а на другом загрузился в лед. Ну и давайте для красоты какую-нибудь фишку сейчас туда закатим. И посмотрим, как она будет выглядеть. Заодно посмотрим, сколько времени уйдет на загрузку циферблата. Сейчас дойдем до списка вниз. Точнее по списку до самого низа. Господи, я уже заговариваюсь. И выберем какой-нибудь циферблатик такой, где красок много. Где у нас тут много? Нет, этот родной, в нем и так много. Нам надо что-то неродное, у которого много красок, чтобы понять палитру. Здесь только красный. Давайте на бабочки что ли посмотрим. Уверены. И сейчас посмотрите, как будет происходить установка циферблата. Во-первых, на часах сейчас появится стрелочка. Должна появиться, если все хорошо. И вот тут, кстати, и описано, что часы будут перезагружаться в процессе установки. Вот появилась стрелочка. И в процессе установки циферблата часики перезагрузятся. И тот циферблат, который у меня стоял, беленький, будет подменен на данную бабочку. Если все пройдет хорошо. Но в 95% случаев все проходило хорошо. Я вам уже говорил, один циферблат, который не грузился, я вам показал. Главное, что приложение не имеет разрешения на то, чтобы не гасить экран. Поэтому в процессе загрузки надо самому не давать ему погасить экран. Иначе, если у вас в смартфоне настроен киллер процессов, он гакнет. И ничего у вас на часы не залетит. Приложение, имеется в виду, убьется в фоне, если погаснет экран. Я про это. Как вы видите, отображается схематично и здесь, и здесь процесс загрузки. То есть вы видите результат. И после того, как это все произойдет, часы перезагрузятся, дадут вибро, поздороваются. И у нас появится новый циферблатик. Так что, в отличие от многих других часов, в данных моделях, все-таки процесс обновления часиков происходит вместе с обновлением циферблаты. То есть обязательно перезагрузка. Большинству часов это обычно не нужно. Сейчас будет «бззззззз». Я сказал «бзззззззззз». Что-то они совсем замерли. Вот, вибронули. Поздоровались. И вот у нас бабочка. Так она еще и машет крыльями, оказывается. Вообще красота. Так, уйди. Вот такая вот у нас бабочка. Крылышками машет. Синий, красный, желтый, черный в наличии. Кстати, экран очень похож на AMOLED, хотя, конечно же, это не AMOLED. Поэтому, наверное, ребята и делали потемнее, чтобы черный был похож на черный. Ну и напоминаю, встроенные циферблаты тоже есть. И они тоже, в принципе, красочные, вот, например. Но погода у них тут для прикола, она не активна. Она не кликабельна, она никакая. Короче, часики я брал именно ради наличия брони, но брони мне не завезли. Поэтому я продолжаю с ними спориться. Ну а вам скажу так, разговаривать по ним можно. Меня слышно, я слышу. Но это все, если в тихом помещении. Если на улице вокруг вас шумят, придется руку придвинуть к уху. Если вы находитесь, например, в метро, шансов, что вы услышите и вас услышат, просто уже никаких. На руке сидят обалденно. Браслет довольно-таки толстый. Ну или ремешок, точнее, как сказать-то. Он реально толстый. Вот, пожалуйста, надеюсь, все видно. Хрен его знает, видно или нет. Это не тот смартфон, с которого я люблю снимать. Тут у меня в ауте. Ждем шлейф. Фиксация очень хорошая, потому что на втором, вот на этом колечке, есть пупырка, которая входит в отверстие и очень хорошо держит. Это колечко без ничего. На руке сидим хорошо, но пульс меряет, конечно, лучше не там, где есть волосы, а с этой стороны, поскольку диодик у него всего один, при том маленький. И более-менее хотя бы похоже, что он меряет пульс только когда он на этой стороне. Здесь он рисует меня все время 70. То есть пульс моих волос 70 стабильно. На этой стороне пульс хотя бы меняется. И на самом ли деле он замеряет пульс, я ничего сказать не могу. Ну, спортивный режим, когда запускаете, возможно, это, во-первых, сделать только с часов. И, во-вторых, вы видите почему-то даже более качественную картинку на улице, чем в обычном режиме часиков. Так, где у нас спорт? Да, вот. Допустим, вот я запускал спорт, и вот так вот все будет. Запускаем, он вибрирует, и пошли гулять. Это дело на экране остается, никуда не денется. Кнопка и запускается, и останавливается, как вы видите, плей-пауза. Если они сами погаснут, все хорошо. Но при любом нажатии у нас появляется все то же самое. То есть мультизадачность не завезли, убрать это с экрана невозможно. Нажимаем стоп, данные синхронизируются, и все. Часы вернулись в стандартное положение. Я надеюсь, я рассказал достаточно про данные часы. От себя замечу коротко, что это первые часы, которые с функцией разговора могут держать несколько дней. Поскольку, могу сказать так, я ее то включал, то выключал, и сейчас у нас идет уже, по-моему, пятый день использования. У меня такое впервые. То есть в сумме, вот с этой штучкой включенной, я проходил, наверное, часов 8 или 9. То есть это 8 или 9 часов постоянной аудиосвязи со смартфоном. Оставшиеся там 4 с небольшим дня у меня был режим без этой трубочки. И все было хорошо. И до сих пор они еще не разрядились. И заряд падает плавненько, без скачков. Поэтому в этом плане, именно как говорилка, часы, на мой взгляд, очень даже хорошие. Но вот с пульсом, конечно же, у них лажа. На мой взгляд, пульс у них так, по приколу. Всем спасибо, всем пока. Это вот такие вот часики с кучей каких-то непонятных надписей. С кучей красивостей, которые ни о чем, ни для чего и непонятно зачем. На канале от Латухи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok